Это письмо от одной женщины, она говорит в своем письме, что каждый год мы отмечаем один особенный праздник, который называется Женским Днем. Он отмечается в марте, и его празднуют все люди. Является ли он запрещенным или дозволенным, и разрешается ли нам отмечать его, а также дарить подарки, заранее мы благодарны вам. Ответ этому будет таковым, а это то, что любой праздник, который противоречит шариатским праздникам, все эти праздники – придуманные новшества, о которых не было известно во времена праведных предшественников. Также вероятнее всего, что они пришли не от мусульман, и вместе с этим новшеством в нем есть уподобление врагам Аллаха, причисто на возвышение. Шариатские праздники, они известны в приверженстве к исламу, и это праздник разговления – ураза, и праздник жертвоприношения – курбан, а также праздник недели – это джума, и нет больше в исламе праздников, кроме этих трех. И любой праздник, который придумали после этого и вели помимо этих, он не принимается у того, кто его отмечает, и является недействительным в шариате Аллаха, причисто на возвышен. Как сказал пророк, салаллаху алейху ассалям, тот, кто ввел что-то новое в наше дело, то, что не из него, то оно отвергнуто, то есть оно не принято у Аллаха. В другой версии сказано, тот, кто совершил дело, на которое не было нашего приказа, то оно отвергнуто. Если это стало понятным, то не дозволяется этот праздник, о котором было упомянуто в вопросе, который называется «Женским днем», не дозволяется вводить что-то новое из обрядов этого праздника, как, например, проявление радости и счастья, а также дарить подарки и тому подобное. И является обязательным для мусульманина укрепляться ему в своей религии и гордиться ею, и ограничиться, и ограничить себя тем, что ограничился Всевышний Аллах и его посланник для него в этой истинной религии, который, довольно Аллах, возвышенный для своих рабов, и нельзя добавлять в ней и убавлять из нее. Также из того, что следует мусульманину, а это не быть прислужником, который следует за всяким крикуном. Однако ему следует быть тем, кто живет в соответствии с шариатом Аллаха Всевышнего, чтобы он был тем, за кем следует, а не тем, кто следует за кем-то, чтобы он был хорошим примером, а не плохим. Потому что шариат Аллаха, хвала Аллаху, совершенен со всех сторон. Как сказал Всевышний Аллах, сегодня я до совершенства довел до вас вашу религию и до конца довел свою милость для вас. И я доволен для вас ислам как религия. Мать, она достойнее того, чтобы праздновать один раз в год в ее честь. Однако у матери есть права и обязанности по отношению к своим детям. Воспитывать их, заботиться о них и наставлять их на покорность Аллаху безуслушания Ему, Всемогущему и Великому. В любое время, в любом месте, да.